Логина про цифровую экономику, значит, по Венере и по СССР, значит, были доклады, насколько я понимаю. По Венере я общался, читал, смотрел фильм, там Джек Фреско, царство неудвестное, мужик-молодец мировой, он рассказывает про идеологию и не рассказывает, как прийти в это светлое будущее. Значит, вот эту методику, то, что я буду сегодня рассказывать, собственно, мне кажется, она очень хорошо показывает возможность, как можно прийти к этому светлое будущее. Значит, есть социализм, капитализм, значит, строительство городов, как правило, это скорее не про бетон, это про людей. Люди, они уже сейчас живут, поселения в городах, там, в определенных городах, то есть, ну, надо говорить, полис, это город и вся прилегающая территория. То есть, например, Москва, это не Москва, МКАД, это Московская область, это все, до чего можно доехать в течение двух-трех часов, включая дверь. Это тоже уже Москва, полисы, мегаполисы. Вот. А, кстати, в Китае уже гигаполисы. То есть, строить города не нужно, они уже построены. Важна правильно система взаимодействия между людьми. Ладно, у меня тут, значит, довольно много слайдов, там, чуть в порядках. Вот, краткосодержание, я хочу сначала рассказать про терминологию. Ну, ключевой вопрос, про чем мы говорим. Про экономику, ну, думаю, экономика и так понятно, это про производство и распределение. Вот, про децентрализацию. Тут, то есть, скажу, что экономика, в данном случае я рассматриваю, как платформенное решение, как система на основе новых технологий. Ну, и там блокчейн, естественно, и про распределенные структуры. Децентрализация – это распределенный реестр, определение, да, баз данных, составная часть которой размещается в различных узлах, компьютерных сетей, в соответствии с каким-либо катерином. Цепочка блоков, выстроена по определенным правилам, цепочка и странирую, блок транзакций – это по-русски. Теперь, значит, по-английски, вообще, значит, это из Википедии, да, из Википедии цепочка блоков. Теперь, что такое блокчейн? Вот это определение, которое, ну, фактически, Марина Бурева, это гуру в блокчейн-технологиях, сказала, и я полностью согласен, значит, прочитаю, выстроена по определенным правилам цепочка. Это из формируемых блоков, транзакций, с внутренним мотиватором обеспечения работы узлов. Если этого внутреннего обеспечения нет, то это нифига не блокчейн, это просто распределенный баз данных, в которые записываются какие-то данные, там, в виде цепочек, как угодно. Поэтому все приватные блокчейны – это чистая профанация, там, для того, чтобы продать свои продукты, централизованные. Блокчейны бывают публичными, приватными и гибридными, да? Но мы говорим только про публичные блокчейны с внутренним мотиватором. Приватные – здесь обсуждать не будем, и это пиар. Так, умные контракты. Значит, полностью исключается человеческий фактор, и фактически используется в умном контракте передачи стоимости, приводится криптовалюта. То есть, если вам кто-то говорит, что у нас используются умные контракты, а криптовалюта там нет, сразу посылайте подальше. Этот человек не разбирается в том, что он говорит. Так, этот слайд определения, что такое цифровая платформа – это из лекции Владимира Румянцева про цифровую экономику 2.0 в оси Агентства здравоохранительских инициативов. Там циклы лекций было там порядка 10, наверное, лекций. Цифровая платформа – это система алгоритмизированных взаимоотношений значимого количества участников рынка, то есть их должно быть много, не один, не два, не три, объединенных единой информационной средой, единый баз данных, приводящая к снижению транзакционных сдержек. То есть цифровая платформа должна приводить к уменьшению расходов за счет применения пакетов цифровых технологий и приводящих к изменению системы разделения труда. То есть там появляются новые, разделяются на более фургментарные вещи, и часть автоматизируется, часть выполняется различными игроками. Таким образом становятся более эффективными. То есть цифровые платформы, они позволяют более эффективно экономические процессы проводить. Платформы бывают разные. Это классификация оттуда же, из лекций. Значит, есть примеры платформы. И, ну, в частности, там AliExpress, Яндекс.Маркет. Это маркетплейсы. Их тоже как платформы классифицируем. Вот. Думаю, на этом не буду останавливаться. Но про отраслевые. Значит, я утверждаю, что вот эти отраслевые платформы, это блокчейн-платформы распределенная. В отличие от всех централизованных, остальных платформ, которые действуют под централизованным принципом. И полное наименование будет как платформа, кооперативная, рыночная, децентрализованная. Вот про это я тут дальше говорю. То есть все централизованные платформы, как сервисы, там, площадки, про это я не говорю. И это все контролируется, все, что централизованное, оно превращается, насколько я могу судить, всегда в корпорации. Когда мы говорим про децентрализованную систему, это все-таки сообщество распределенное. Так. Поэтому, собственно, называю рыночная, кооперативная распределенная платформа. Что отличает платформу от площадок? Платформе, признак платформы обязательно является, первое, это внутренняя финансовая операция, расширяется внутри платформе, в валюте этой платформы. То есть это могут быть внутренние рубли или внутренние доллары. Но они появляются внутри платформы. Так, внутренний арбитраж. То есть все проблемы, они решаются внутри платформы. И никакой другой верхней юрисдикции нет. Ну, то есть обер, например, в случае, когда на вас таксист напал и что-то пошло не так, то к кому вы апеллируете? Вот юрисдикцию какого-то государства вы подаете в суд. Это большой вопрос. Потому что фактически идет разбирательство только внутри платформы. Когда мы говорим про блокчейн платформы, то там вообще однозначно, на 100% вообще никакой юрисдикции, кроме юрисдикции платформы. Дальше представители этой платформы, юристы, арбитры, судьи, они могут связываться и являться представителями как угодно в тех юрисдикциях территориальных, в которых только произошел инцидент. Ну, тут я написал, там, внутренняя логистика. Имеется в виду, что, значит, производитель к потребителю передает какую-то продукцию, и это фиксируется, опять же, в этой платформе. Вот. Ну, страхование и, в общем, много других сервисов. Здесь архитектура платформы в общем виде. Вот эта платформа, фактически платформа, это протокол и API. Протокол для взаимодействия многих участников между собой. Это экономический протокол, то есть, имеется в виду, транзакции бывают разные, транзакции это не только передача денег, с одного счета на другой счет, но это записи договоров, записи страхований, записи, передача товаров, да, товарные накладные. В общем, записей может быть очень много. Все это записывается, там, блокчейны, в класс данных распределенные. Значит, слово транзакция, оно может означать разное, но, если в экономическом, в экономических терминах, то транзакция это передача товара от производителя к потребителю. Вот эта транзакция, она проходит через, ну, что там, цепочек, значит, в одну сторону идут деньги, в другую – товар. Ну, это вот как одна транзакция в экономическом смысле. Дальше, базы данных могут быть различны, их может быть несколько внутри платформы. Ну, вот я здесь привел пример, там, Waves, Next, Ethereum, Mercoin. На платформе, значит, базируются модули, ну, или бизнесы, или сервисы, которые уже выполняют функционал. Ну, в принципе, программирование, я думаю, более понятно, да? Вот, основные – это модуль производителей и модуль потребителей. А остальные являются дополнительными, но без них система у него. Так, теперь про экосистему. Значит, платформы, платформы, то, что было в Лекциях, опять же, Владимир Вымянцеву, там, в целую экономику, предполагается, значит, создание примерно тысячи платформ в ближайших десять лет, это в России. Ну, фактически, когда мы говорим про распределённые, то это мировые, сразу весь мир. Значит, платформы по видам деятельности. Ну, например, то, что... Платформа зерна, платформа недвижимости, платформа транспорта, платформа, там, рыбной продукции, то, что мы сейчас разработаем, платформа логистики. Платформы, они объединяются в отраслевые платформы, по отраслям. Ну, условно, сельскохозяйственных платформ. Я про экономику сейчас говорю. И отрасли объединяются в общую платформу, которую можно назвать уже экосистемой. И в этой платформе, по всей видимости, какой-то общий токен, общая валюта, ну, условно, расчётная единица рубля. Так, ну, архитектура децентрализованная. Здесь я показываю. Я сейчас быстро пройдусь, и чтобы потом можно было задать вопросы, и были же к концу основной судьбы. Архитектура децентрализованная. Она работает автономно. А обязательно должна быть какая-нибудь IT-компания, во-первых, которая разрабатывает всю систему платформы, а во-вторых, поддерживает её. Ну, это может быть банк или, в принципе, организация какая-то. Ну, например, Waves. Есть блокчейн Waves, а есть компания Waves, которая делает этот блокчейн. Блокчейн автономит. Если компания закрывается, то блокчейн продолжает трубу. Понятно, да? Так. Ладно, дальше. Так. Функциональная схема кооперации. Это слайд Дмитрия Баникова. Он там рассказывал в ОСИ про кооперацию. И, значит, на блокчейне фактически здесь перечислено множество сервисов, которые базируются на блокчейне, на платформе, на технической платформе. Эс-система или экосистема – это объединение множества платформ. Ну, там, экологическая, идеологическая, социальная, там, организационно-метологическая, финансовая, производственная. То есть множество платформ, которые работают по единому протоколу, опять. Есть определение из википедии, что такое система. Множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом. Которые образуют определенные целостность единства. Так. Еще раз про систему. Если с точки зрения человека, человек является потребителем, значит, он потребляет различных сервисов, то, что ему нужно. Потребитель не от слова «потреблянство», потребитель от слова «потребность». Да. Значит, он обращается на платформы, сервисы. Есть сфера жизни человека. И все это работает в общей системе. Вот. Добрались до цифровой экономики. Есть два определения. Это из википедии. Электронная экономика – это экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях. Цифровая экономика – это система экономических, социально-культурных отношений, основанных на использовательных цифровых технологиях. Кто-нибудь что-нибудь понял? Это такая же экономика, как и обычная экономика, только с информационными технологиями. Короче, вот это определение, оно абсолютно не говорит о том, что такое цифровая экономика. Ну, вот так написано. Давайте дальше. До свидания. Залон. Ну, все-таки, давайте поразмножняем. Цифровая экономика. Понятно, что там компьютер используется, но как калькулятор, да, и, то есть, позволяет вычислять. Однако, сколько вот много разговоров про блокчейн. Давайте отделим криптовалюты. Это криптовалюты, это все здорово. Сама технология блокчейн с внутренним мотиватором, да. Так вот, когда мы говорим про цифровую экономику, я утверждаю, что это обязательно децентрализованная экономика. То есть, то, что принципиально отличает централизованную электронную цифровую экономику от новой децентрализованной на блокчейне. Я бы добавил, ну, такого определения нету, поэтому... То есть, в твоей терминологии, свифт или мастер-карты, это не цифровая экономика? Там есть цифрализация, мы с вами, банк, да, в обслуживающих организациях, которые все это, ну, верифицируют и поддерживают. А смысл в том, чтобы функции какого-то посредника, через который мы все доверяют, область вовсе на систему каких-то или иных, которая уже сама решала бы и все распределяла. То есть, через протокол. Главный протокол. Так вот, здесь я бы хотел все-таки... Наверное, стоит назвать даже не цифровая экономика, а цифровая децентрализованная экономика. Так. Ну, про налоги. Этот слайд вставил, это вообще партия 5.10 есть, там, в Украине, на Украине. И там Балашов, он очень интересно рассказывает, он вообще либерторианец там. То, что государство сильно большое и занимает очень много, значит, пространства, и сжирает очень много денег, и это все неэффективно. Поэтому он предлагает вот заменить все-все-все налоги, сборы там, таможенные и все двумя налогами. Один – это налог с продаж, ну, или налог с потреблением, то же самое, 5%. И социальный налог, ну, в котором, я думаю, что там должен быть включен бот, безусловно, основной доход. Так, дальше здесь про виртуальную юрисдикцию. Ну, про платформы. Что-нибудь понятное из того, что я рассказывал? Не очень понятно, как будет поддерживаться целостность платформы. Там один, некое предприятие формирует программный пакет, так? Но все равно он же завязан, получается, на одну компанию. Ну, допустим, он ушел. Open Source как Linux. То есть, да, он ушел, пришел другой. Их можно десятки быть. Да, замечу, что блокчейн – это обязательно Open Source. Все эти закрытые, приватные дела, блин, ну, ребята, это используется для пиара. То есть, сейчас слово «блокчейн» используют там, кому не лень, но надо отличать все-таки то, что было изначально создано, то, что это по-любому Open Source, и то, что сейчас там маркетинг, это идет, как бы, надо перекрывать. Значит, давайте пример приведу, чтобы было более понятно. Значит, то, что вот разрабатывал – платформа рыбной продукции. Есть производители рыбы, значит, они ловят рыбу, там, на тех трейлерах, там, уходит в море, там, запкидывают сети, ловляют рыбу. Вот, дальше эту рыбу замораживают, первичная обработка, грузят, все это везут, потом привозят сюда, здесь, значит, на завод, и разделывают, и упаковывают, там, тушенку делают. Вот это, там, такая отрасль, там, рыбные продукции. Так вот, когда мы говорим о платформенном решении, то в этой платформе токен, который подозначает вот эту вот рыбу, рыба-токен. Производить токены – это внутренняя валюта, внутренняя расчетная единица, и эмитентом токенов является производитель. Вот принципиальная, важная вещь о том, что не Центробанк выпускает токены, а производитель, то есть тот, кто производит продукцию, тот выпускает токены. Причем эти токены обозначают как раз эту саму продукцию, вот это то, что обеспечено. Сейчас существующие все вот эти ICO, проекты, они, ну, можно их условно на две части разделить. Те, которые вообще нифига, вообще ничем не обеспечены. И второе – это криптовалюты, коины, которые являются внутренней расчетной единицей, и комиссии оплачиваются в этих же коинах. То есть, в принципе, блокчейны сейчас, ну, там, биткоин, Ethereum, Waves, да, то есть такие, они все зарабатывают с комиссией. То есть, это как бизнес по записи в реестр. То есть, я, например, хочу производить какие-то операции, записывать что-то в реестр, я обязан оплачивать комиссии. Это и есть бизнес, это и платформа, как DAO, децентрализованная автономная организация. В этом есть экономический смысл. Когда мы говорим о выпуске каких-то токенов поверх уже, то там надо очень сильно смотреть, чем они вообще обеспечены, что это такое. В основном сейчас идет, сейчас очень мощная волна хайпа. Значит, я думаю, что это будет заканчиваться, ну, когда, это трудно сказать, может через год, может позже, может раньше. Вот. Но то, что это когда-то слопнется, это я в этом уверен. Можно вопрос? А как тогда отпустят валюту, вот этих внутренних валют, чем они вообще определяются? Человеческая жадность. Ничем. Вот, как бы, вот кружка воды, там, кружка чая, вот, насколько стоимостью одной, у другой меньше или больше. Ну, ничем. Вот человек хочет покупать, идет волна хайпа, ему в мозге все вокруг, там, медиа, СМИ говорят, растет, растет, покупай, покупай, и он покупает. Ну, ведь вопрос не о том, когда человек хочет купить, а о том, когда ему нужно купить. Предположим, завод. Ему нужно купить сталь, иначе у него растянут производство. Это не про хайп, это про экономику. И вот тут уже идет о человеческих потребностях. То есть, есть две принципиальные. Это первое, это на хаях, там, сейчас называют, да. То есть, это мода, купить что-нибудь такое, то, что там вырастет в перспективе, да. А второе, это фундаментальные потребности человека, которые заложены там внутри бизнеса, и дальше бизнес выпускает акции. Это могут быть опционы, это могут быть форвардные контракты, которые записаны в электронном виде. В виде токенов, пожалуйста, да. Там жетоны на метро. Там понятна эта потребность, там, транспорта у человека. Сами по себе жетоны ничего не стоят. Так же, как и деньги, сами по себе ничего не стоят. Вопрос для понимания, как все это работает. А вот мы перевели рыбные отрасли на эту платформу. Да. И весь обмен происходит по вот этим условным единицам, по токенам, да. Но эта штука встроена... Внутри этой платформы. Да. Но эта штука встроена в более широкий контекст, где остаются банки, денежная система. И получается, если им надо купить, ну, какие-то блага, которые им нужны, одежду, еду, там, еще чего-то, кроме рыбы. Обменники. А вот вопрос. Ну, окей, мы оцифровали рыбу, там, а в чем глобальное преимущество? Можешь написать, каким образом платформы по разным отраслям начинают между собой взаимодействовать? И чем это будет отличаться от обычной денежной системы? Как видимо, как раз-таки ты улыбаешь эту банку, это на транзакциях между банками, на подтверждение транзакций, на их диспочечении. А кто сказал, что ты не сможешь занимать комиссию? Давайте отвечу. Не сандартного. Значит, по поводу комиссии. Комиссия может быть даже дороже. Здесь принципиальный вопрос, кто выпускает эти токены. Дело в том, что вот сейчас, чтобы тебе спустить производство, ты должен идти в банк и брать кредит. А, а здесь я создаю производство, у меня своя платформа, я сам делаю миссию, сколько считаю нужным, и контролирую свою маленькую финансовую систему. И встраиваюсь уже в другие финансовые системы. И так как у нас нет мощных игроков типа ФРС, Центробанка, или Голдман Сакса, то они остаются, только они играют потом уже. То есть, вот в этой отрасли, там идет своя собственная, и там уже свои собственные правила игры. И вероятность злоупотребления монополистов меньше, чем в текущем миру. Да, они остаются. Давайте вернемся. Все-таки надо говорить о том, что когда мы говорим про общую экосистему мировую, то нам в любом случае потребуется обменивать какие-то токены на какие-то другие токены. Есть капитал, физически привязанный к той или иной территории, значит, это территориальная юрисдикция. Там свои собственные валюты, фиатные валюты, и их надо обменивать. Кроме того, ну нельзя ругаться, потому что власть имущая, тем более, когда мы говорим про реальную экономику, всегда можно прийти и 5 минут осталось. На законом, да, и 10 минут назад. Ага. Значит, виртуальная юрисдикция. Ну, скажу кратко, что есть территориальная, есть виртуальная, но везде, значит, одинаковый, это свой суверенитет, своя валюта, своя военная доктрина, а, значит, территорию, здесь есть два понятия, страна, у страны обязательно есть территория, и государство, и государство может не быть территорией. То есть государство исторически сложилось, что оно прилеплено к территории и владеет ей государством, это государь. То есть это верхушка власти, да, сейчас у нас Альгархат в виде государства. А как бы государство Российской Федерации вообще построено по корпоративному принципу, в отличие от социалистического, там, СССР. Вот, и фактически каждая платформа соединяет своим государством, со своим суверенитетом. Так, это юридификции, значит, легальность в рамках закона, а легитимность это признание. Легальность, легитимность разные понятия. Государство, страна, разные понятия. Значит, что дает нам возможность, значит, говорить о том, что у нас суверенитет, о том, что человек по праву рождения, он уже является свободным, и он может создавать свой собственный, он имеет свой свой суверенитет и может создавать свои государства. Это основополагающее. Да, но тут надо соотносить там право-силу, то есть если есть сила, то можно. Есть питнейшн, это фактически, ну, может быть, первое вот это государство 2.0, сервисы, конституция. Есть ООН, Харти и ООН, там много, значит, о том, что как создается права человека, значит, право на свободу информации, там, о блокировках. Значит, про Россию. Вот есть стратегия роста, очень рекомендую, там, посмотрите, почитайте, она большая, там, презентация, там, на 70-80 слайдов. Очень интересно, про развитие России. Ну, и, собственно, про смыслы. То, что в СССР были какие-то смыслы, в российской федерации смыслов вообще никакого нет. То есть это чисто корпоративная мега-корпорация, да, которая для зарабатывания бабла. Ну, естественно, есть акционеры этой, ну, корпорации, и они являются выгодоприобретательными, остальные являются работниками этой корпорации. В СССР там было на человека направлено, на рабочий класс. Сейчас, значит, пролетариат, да, сейчас пролетариатом в 21 веке является креаклы. Это люди креативные, которые создают, значит, цифровые ценности. Вот. Есть проект СССР-2, ну, или там, 2.0, или как угодно. В общем, как бы, есть люди, которые пытаются восстановить СССР старый. Это, мне кажется, не очень хорошо. Но уже там есть президент СССР, там, уголовнокомандующий, там, Центробанк, нет, чёрт, смеяться. Ну, какой, юридически они, они есть. Но, де-факто, у них нету сил. Да, то есть нету армии, нету влияния. Ну, юридически они существуют. На самом деле, это имитационные. Ну, даже Израиля когда-то не было. А вообще, многие, там, многие государства, страны, их не было. Потом они появились. Так вот, по юридической, всё-таки, значимости, даже Госдума Российской Федерации признала, что, значит, о референдуме СССР, о сохранении Союза СССР, в общем, значит, когда не появилось, результаты этого референдума формально сохранили юридическую силу. То есть, как бы, формально, де-юре, оно да, оно есть. Я родился в СССР, из гражданства никогда ни разу не уходил. И в другое гражданство тоже никогда ни разу не уходил. Ну, тут вот, например, или факт 4 октября 93-го года, он вообще ставит вопрос о легитимности всей политической системы, о разгоне Верховного Совета. Ну, действительно, дело в том, что, как бы, юридически Российская Федерация не запомнила. Да? Но вопрос легальности и легитимности, да, да, да. Так, ну, собственно, вот, на этом, пожалуй, всё. Вот, здесь ссылка на презентацию, кому надо вышли, напишите там, LibroLife, интерцентр или феструк, где угодно. Есть ещё, ну, там, кратко ещё какие-то слайбы тут тоже. Ну, собственно, вот, на этом всё. Такие вопросы. А можешь открыть слайд, где пропи была нарисована? Хочу посмотреть. Надо спрашивать. Вот, да. Нет, дальше? Дальше, где пропи, где айтишная схема? Вот, вот, назад. Ага. Ну, здесь очень просто. Я вернусь на предыдущую. Значит, есть узлы, узлы соединяются между собой. Вот, значит, вот этот узел, сервер, вот, за правильный, он соединяется с другими узлами. Он соединяется через API. Есть внешний API, ну, внешний API и внутренний API. А внутренний – это для доступа к браузеру, да, а внешний – для взаимодействия с другими узлами. И каждый узел такой же сервер, архитектура у всех идентична. Одинаково, да. Ну, фактически API, он есть API, и что он нет. То есть, JSON запроса туда-обратно. Ну, он даже не обязательно должен быть идентичным. Он их просто совместив. Да. Ну, ты другой же заработчик взял свой узел. Да, на любом языке, ну, главное, чтобы протоколы, ну, как бы, понятно, что там какая-то база данных на сервере, там, хранится у всех, ну, как бы, одинаковый набор данных по идее, да, блокчейна. В принципе, можно базу данных заменить на какой-нибудь блокчейн сторонний, то есть, когда мы говорим о платформном решении, то она может взаимодействовать с несколькими другими блокчейнами. По такому принципу, например, делается, как Reledge, Lightened Network, там, Simple Wimble, по-моему, там, еще какие-то, которые являются надстройкой над блокчейнами. То есть, они соединяют блокчейны между собой. И получается, интернет-блокчейнов, или мы называем Пинтерчейн. То есть, ну, как бы, я говорю, что довольно скоро, года, там, через 2-3-5, возникнет передача ценностей, она уже, де-факто, есть, да, в альфа-версии, с одного блокчейна в другой блокчейн передавать себе токены. То есть, я выпускаю здесь 500 токенов, тут 500 токенов. Значит, здесь их замораживаю, и разморозка происходит только в момент, когда я в одном блокчейне создаю специальную транзакцию, которая гарантированно удостоверяет, что... Транзакция прошла, да. Да, прошла оттуда на заморозку. Получается, что в целом всегда в системе 500 токенов, но они перетекают либо оттуда, либо сюда, либо сюда. Ну, то есть, по сути дела, это то же самое, что уже сейчас есть в рамках финансовых систем, тех же международных платежных систем, там, центробанков и свифта, но только децентрализованные, и таким образом мы убиваем монополизм. А смысл как бы примерно тот же. Причем опенсорс. олигархи, в том числе, они все за развитие. То есть, надо понимать, что как бы решение там с кожей, не поэтому новые технологии, они нужны всем. И фактически мы, создавая цифровую экономику децентрализованную, мы выполняем поручение, там, Владимир Владимирович, да, товарищ майор, то же самое про поручение о развитии инновационной тематики. Мы тоже, мы по поручению основной тематики, мы развиваем инновационную, да. Извините, правильно ли я понимаю, что введение вот такой вот, типа такой экономики, информационной экономики полностью устраняет, собственно, посредника между производителем какой-то продукции и конечным потребителем. То есть, он становится совершенно не нужен, вот условный продавец в магазине. Он сокращает эту цепочку, но не устраняет. Устранить невозможно, потому что в этой цепочке очень много игроков, которые берут на себя определенные функции, эти функции нельзя выкинуть. Ритейлеры и сети те же самые. Значит, когда, ну, очень многие говорят, ритейл сжирает там, до 60. Ритейл – это магазины. Пятерочку магнитных сетей. Они сжирают, они реально очень много, у них там больше 100%. Да, краудинвестиция называется, там, краудфанник, краудинвестинг. Это очень хорошо вот ICO дает возможность, но полностью не устраняет, потому что есть массовый потребитель, а есть инвесторы инстанциональные, которые очень глубоко разбираются, там идет аналитика, там, несколько месяцев, а потом идет принятие решения с большими деньгами, массовый потребитель не сможет, там, каждый месяц сидеть и разбираться. В конце концовка выступления, это намек уже на виртуальные государства, которые, в принципе, можно, да, начинать делать пожеланиями. Уже есть и присоединяться, значит, СССР в этом плане, это тоже виртуальное государство, которое до юра существует, де-факто оно существует, когда мы скажем о том, что да, мы живем. Я вот, например, с этого день никогда не выходил. У меня вопрос такой, что мне буквально месяц назад пришел приятель, предложил, ну, то есть тоже сказал про блокчейн, экономика, социализм и все такое, но он не сумел ответить на вопрос, как целиком экономика будет работать, хотя очень хорошо обосновал, убедил, что блокчейн это хорошая технология для именно реализации такой. Там вот была вот эта картинка, которую мы уже много раз смотрели, где разные токены в разных областях, но мы ее еще раз подключить, там все-таки такая общая система и из нее растут. А, вот, да, все-таки вот тут вопрос про взаимодействие. Даже, предположим, что какой-то другой экономики больше нет, ну, с бумажными рублями, только вот это. Вот хорошо, есть производитель, это самый верхний уровень, ну, самый вот левый в зерне, например. Вот он начал производить зерно, выпустил свои собственные токены, но первый вопрос, он ждал, каким-то образом заплату платит для сотрудников, он платит, я так понимаю, своими токенами. Смотрите, есть три вида токенов, ну, в моей модели, да. Первый – это товарные токены, это фактически договор кубикадажа в исправном виде, то есть он заключает договор, мы этот эксперимент провели на Машкине, проект Машкине – это фермер, значит, ну, фермерское хозяйство в Тверской области. Выпустили гуси-токены, утка-токены, там, как это, кура-токены. В общем, это товарные токены. Каждый токен – это жетон, который отображает договор кубикадаж. То есть, продавая этот токен в рублях, он платит налоги, он дает этот жетон, потом предъявляет жетон, жетон можно передавать от одного другому человеку и предъявить им жетон, ну, так же, как метро, да, там, по поездку в метро купил, и можешь передать, и это является деньгами, ну, условно, да, там, можно за это что-нибудь обменяться между собой, но это неудобно в плане того, чтобы искать, кому это метро, и обменять вот на мороженое. Вот. Это делается на бирже обмен. Это товарные токены. Для того, чтобы было более удобно, общий токен платформы, ну, то есть, он необходим, условный зерно токен, зерно. Вот. А потом, вероятно, наверное, какой-то общий токен отрасли. Ну, не фак, это может быть сразу общая учетная единица. В общем, получается, товарный токен, это личное, индивидуальное обязательство того производителя, который выпускает этот токен. Потом, токен платформы. И третий, это общий токен или мастер токен, который является стабильной валютой, к которому он уже как мера стоил, то есть, допустим, там, 36 копеек, там, битного лака, вот как он стоил, так и стоит, цена не меняется вообще никогда. То есть, если технологический процесс производства не меняется, цена не меняется. То есть, в техном, в частности, даже, ну, людьми, процент. Интереснее вопрос именно, как вот этот вот, да. Ну, поток, да, поток проходит в откуство, нет, не сам обмен. Обмен, допустим, цена с электриногией. Ну, просто, вот, говорю, первый вопрос, человек. Ну, и даже группки людей, они открыли ферму, они производят зерно, они под это зерно выпускают токен. Дальше, каким образом, ну, там же надо платить работникам зерна, потому что они же не только зерно питаются, они еще что-то едят. Вопрос, откуда берется то, чем он заплатил. Добирж. Здесь зерновой токен уходит на битв, обменивается там на универсальный. Так, следующий вопрос. Теперь вот этот зерновой токен, который изначально было обязательством именно вот этой фермы передать кому-то зерно. Он ушел на битву. В этом токене написано, что это вот они, это это. Так кому его предъявлять потом? Первый, это товарный токен. Товарный токен всегда к человеку привязан, либо к экономизации. Это персональный, да, товарный. Второй, это, ну, там, от паута, если вот, ну, платформенный. С платформенный токен внутри, там, и не все. Вот я сейчас могу рассказывать, но это такая, что длинная тема. А третий вид, это вот общий мастер токен. И это уже такая государственная тема. Вот как бы мы не хотели. Где-то это более-менее подробно. Я это описывал, там, внутри документов, значит, в каком-то одном документе этого метра, то есть, скорее, мне проще будет так, господи. Вот такой вот вопрос, мы можем потом по скайпу любить, где-то там, где-то, 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 где-то. Можно еще один, я повторюсь. Кратко, быстро, просто вот был пример с конкретным производством какого-то товара, а если организация производит, собственно, ну, либо вообще услуги, либо какую-то такую, там, интеллектуальное что-то, то есть то, что не… Собственно, писатель написал книжку. Вот. И это же тоже, соответственно, вот этот вот экономический процесс, который дальше, он тоже, соответственно, производит еще свои токены, которые… Да, это уже проект Libramania, то, с чего я начинал еще три, даже четыре года назад, я, может быть, в следующий раз расскажу, пригласите. Вот. Есть тоже такая тема, значит, экономика реальная, она чуть-чуть отдельно. Цифровые, цифровая экономика и, я имею в виду, производство цифровых ценностей интеллектуальных, экономика знаний, там по-другому чуть-чуть, но в целом примерно одинаково то, что это производство какой-то продукции. Ну. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...